Вот такая вот тумба получилась для токарного станка. Четыре ящика посередине встанут в стол. Всем привет, друзья! Сегодня будем делать стол для токарного станка, который называется Металмастер 2870МВ. Токарный станок тяжелый, он с резервной головой, весит 220, по-моему, килограмм. Так, прикупил я профильную трубу, размер 30 на 20, 12 метров, ну, будет оставаться порядка. И толщина металла 2 миллиметра. И вот такую трубку 15 на 15. Так, ну все, включаю вам музыку и поехали. Наслаждаемся процессом. Металла 2 миллиметра. Металла 2 миллиметра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Друзья, ну вот что получилось в итоге Я считаю это результат великолепный Вот здесь вот немножко не провар Но я не сварщик На ютубе все говорят, что они не сварщики Ну, можно и доварить Все доварил Ну, вот как-то так получилось Делаем все остальное Таким же образом Такая красота получилась Вот четыре ноги Вот в таком формате В общем, продолжаем Теперь эти ножки надо приварить Варить будем прямо встык Но для того, чтобы это сделать Нам надо было зачистить Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, что сказать Получается идеально удобно Поставлены такие четыре космические прикладки Дальше продолжение следует Итак, друзья Вот что имеем на данный момент Ножки стоят Здесь внизу приварил Такие две поперечины Не хватило уголка Естественно, уже взял трубу Сборка продолжается Сборка продолжается Появились поперечины Появились продольные поперечины Стол обрел устойчивость Теперь он прям хорошо стоит Выдержит вес токарного станка Вот в эти места будут вставлены ящики Ну, а центр Подумаем Возможно, тоже что-то сделаем Возможно, нет Ну, скорее всего, сделаем Так будет интереснее Наварить Просверлить в болтах дырки И вот таким вот образом Прикрутить болт Чтобы когда его вращаешь Ну, в общем, как-то так Поняли Надо пробовать Сборка продолжается Сборка продолжается Сборка продолжается Ох, там кусочек Клапок Волетел Так, отставили в сторону Теперь пробуем свернять болт Не, ну, можно там Доморочиться, конечно, еще Лигу на нем нарезать Но я думаю, что Сделаем я просто Просто Я ничего даже не замеряю Потому что У меня меньше Сверланий Болтается Так, давайте, чтобы Продлить Чтобы продлить Жизнь в руку Мало Думаю, достаточно Так, теперь Берем простой шуруп Вот, допустим, вот такой Смотрим Видите, он туда Входит Ну, туго Главное, что там у вас Крутился Так, берем Гайку Вот так это дело Будет стоять Но Здесь она проходит Здесь придется еще Одну шайбу Сделать Можно другой шуруп У меня просто нет А вот шайба Есть Так, вот шайба И окручиваем его Туда идет Надо значит Шуруп другой Это важно Чтобы он Насломался Вот есть Чуть-чуть Поменьше шуруп О, другое дело О, вот он и сломался Ну, когда он сломался Что? Правильно Этот самый На выброс Потому что Сверлить Такой Шуруп Там Это мы сейчас Себе забудем Сверло Болт меняем На другой И все То же самое Сейчас еще раз Пробуем Должно все Получиться Пойдем Возьмем Вот такой Фиксатор Резьбы Ну, как-то Вот так Друзья И на него Садим На шуруп Выношил себе Танзоцеп Ну, все Делаем по аналогии Все остальные И теперь мы Вращаем Болт Не вращаем Эту площадку Это важно Потому что Вы просто бы Не смогли Установить Вы не сможете Вращать Болт Когда у вас Будет стоять 300 кг На таком столе Вот такую Столешницу Придумал Значит Это Спинка От советской Стенки Боковая Она Из Прессованных Отпилок Но вот Ей 30 лет И как бы Очень крепкая История Я думаю Она должна С лихвой Выдержать Сейчас Отпиливаем Кантуем Покрашивая Не знаю Может лаком Скрою Видите на Качество Древесины Вот вроде бы Опилки Но очень Очень Плотно Они там Лежат Но это Советское Еще Качество Конечно Сейчас Я бы Не стал Современно Закупать Такую Столешницу Я бы Наверное Что-то Из металла Был Потому что Современный Материал Вообще Не такое Это Просто Было Так Стол Выглядит Перевернутым Финальная Стадия Я уже Зашкурил Зачистил Времени Нет Уже Не буду Я эту Ржавчину С ней Работать Так Сверху Покрашу Ну Практика Показывает Что Все нормально Все Работает Ничего Там Не ржавеет Под краской Ну Разве Что Там Тысячелетия Но Тысячелетия Металла И так Не прослужит Так Красим Клеим Сверху Нашу Столешницу Ставим На место Ждем Токарный Станок Добавил Вот эти Вот Две Ножки Вот Они Посередине Чтобы Середина Была Более Устойчивая И Добавил Вот Такие Вот Перекладины И Низ Тоже Заперекладил И Столешницу Вот она Лежит Я Вскрыл Лаком Но Это Так В самом деле Если У вас Этого Нет Это Делать Наверное Не Нужно У меня Просто Есть Лак Он Остался Там Со Стройки Вот Он Стоит Вот Ну И Краска У Меня Тоже Вот Черная Для Стола Тоже Есть Все Крепко Стоит Вот Такое Исполнение Кстати Швов Давайте Продемонстрирую Вот Такая Варка Ну Тут Уже Все Зачищено Как Б Покрашено Ну Плохо Понятно Вот Так И Здесь Вот Так Вот Теперь Стол Служит Уже Подставкой Для Станка Сейчас Будем Включать Пробовать Metal Master LMM 2870 Еле Мы Сюда Затащили Стол Кстати Больше Не Шатается Вот Потому Что Я К стене Прикрутил Вот Четыре Раз Два Три Четыре Ящика Посередине Встанут В стол Ну И остальные По бокам Вот Еще Три Три И Вот Эти Три Чит Этот С крылаком Краска Уже Закончилась Лак Еще Был Этот Получился Черно Красный Ну Тоже Краска Закончилась Черная Была Чуть Те С крылаком Эти Покрас Вот Такой Краской Это Тоже Двухцветный Короче Не Заморачивался Красил Так Вот Что Было Под рукой Ну Заодно И Всю Краску Поставки В гараже Потратил Как То Так Здесь Не Закрасил Эту Сторону Что Здесь Будет Еще Примыкать Я Хочу Сделать Каждому Ящику Сверху Палета Фасад У Ящика Вскрыт Лаком Ну И К ним Прибавить Ручки Будет Красиво Смотрим Дальше Вот Такие Полозья У меня Лежат Значит Что Будем Делать Здесь Дальше Но Я Это Снимать Не Буду Здесь Просто Работа С помощью Вот Такого Инструмента Линейки Стангенциркуля Вот Что Получилось Работа Заняла Четыре Дня Два Дня Резались Ящики Красились И Еще Не Конец То есть И два Дня Я Ставил Все Это Дело Сюда Приходилось Их Разбирать А там Некоторые Ящики Ну Неправильно По размеру Подобрал Значит Ну Имеем Вот Пока Вот Так 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 Функционал Пока Без Ручек Вот Так Так Ну И в планах Вот Это Дело Облицевать Тоже Доской Буду Использовать Палет И Прикрутить Скрыть Лаком Как-то Так И Приделать Ручки Чтоб Было Удобненько В эксплуатации Продолжение следует А вот Что Получилось С этим Стоном Вот Такой Результат Пока Такой Результат Сейчас Будем Жечь В прямом Смысле Слово Жечь Друзья Поехали Наш Баллон Зажигалка Поехали Видимо Толь Результат Пошли Поехали Результат 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 Друзья Ну я не знаю Камера Наверное Не передает Этой Красоты Вот так Передает Все Дальше Зачищаем Мелкой Шкуркой И скрываем Лаком Зачищаем Результат Результат Ну и вот друзья, что получилось после вскрытия лака. Дальше высыхает лак, делаем зачистку и повторное вскрытие. Вскрыл лаком второй раз, зашкурил после первого. Он будет у меня финальный, больше не вижу смысла сюда тратить лак. Вот такая вот тумба получилась для токарного станка. С этой стороны еще есть мысль закрыть куском металла. Я сниму ролик, вот он у меня стоит, крышка от холодильника. Ну вырезать, соответственно, закрыть. Ну а с той стороны не видно. Смотрите, как преобразилось. Ручки, вот это старые какие-то ***, я их покрасил в черный цвет. Это тоже самое, я про них показывал, что их на токарном станке поточил, лакомс заново вскрыл. Внизу последние вот эти вот. Ну, в общем-то, вот такой вот получается стол. Ну и последний штрих мы сделаем вот сюда вот накладку из вот этой вот старой двери от холодильника. Обрежем ее, покрасим и будет накладочка сюда. Еще в планах покрасят вот эти вот две ручки в старой мебели советской. Ну, чтобы совсем красиво все получилось. Кстати, по механизму, ну, очень даже приятно. Вот что получается. Вот так все это выглядит. Ну, такой. Я, конечно, устал, а там уже не двигается стол. Вот там вот болты пришлось доставать. Ящики снова изнутри просверливать, чтобы эти болты там закрыть. Дверцы от холодильника получилось вот что, и вон еще кусочек остался. Вот так вот, друзья, из говна рождаются настоящие вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Дисклеймер Развami Развami Подп� organic Дисклеймер Давайте попробуем Дисклеймер Хоть Дисклеймер 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 Редактор субтитров Дисклеймер Продолжение следует...